здравствуйте друзья намастэ мистер шанти на канале india magic tv продолжаю гималайский цикл все видео про дарамсала вы можете посмотреть по ссылке в описании там есть ссылочка на плейлист также в описании вы найдете ссылку на открытую группу facebook вступайте туда кроме того там есть ссылка на мой профиль в instagram куда я буду публиковать такие казуальные фотографии из индии за сегодняшний день это уже второе видео и сейчас фильм про буддийский центр это сердце верхней дарамсалы маклеот ганджа место где находится резиденция его святейшества далай ламы 14 тем зрителям которые вообще ничего не знают о тибете об истории оккупации тибета китая я могу предложить посмотреть неплохой фильм который называется семь лет в тибете это художественный фильм снятый по автобиографической книге как раз вот эта дорога к резиденции далай ламы здесь вот по правой стороне небольшой тибетский рынок здесь опять недостроенное здание видите а на первом этаже магазин возможно когда они достроят это здание будет полностью торговый центр такой сейчас пока вот только внизу все сделано это тибетский рынок вот они здесь продают такие свои специфический товар здесь одежда неплохая видимо теплые куртки как и везде впрочем здесь не нелы сразу зачем а кто-то прямой пойдем всякие фенечки омы змейки и так далее здесь четки разного вида очень очень красивые вот такие классные собственно вот здесь этот район где находится буддийский центр написано институт буддийских диалектов вон там на зеленой вывеске институт of buddhist dialectics и тибетский музей здесь находится вот такая арочка ворота вот такие не особо и нет никакой пышности какой-то такой вычурности в дираду не там в тибетской колонии более так ярко а здесь просто вот дом дом вот такими террасами строения надо пройти туда внутрь посмотреть что там интересно написано дорога в музей тибетский музей вот я зашел на территорию этого тибетского центра иду по дороге к музею здесь доска объявлений видел даже объявление о пропаже мобильного телефона если кто-то нашел телефон сообщите очень симпатичный магазинчик здесь такое тоже симпатичное кафе я наверное зайду хочу попить капучино вот хочется мне капучино это магазин сувениров тибетских можно зайти сюда посмотреть что здесь есть вот очень красивая комната я спросил разрешение снять у парня он мне разрешил здесь такой колорит тибетский очень красивый энки выходим здесь кафе интересно если капучино конечно же здесь есть монастырь в котором живут тибетские монахи сразу на входе портрет вот этого мальчика друзья это панчен лама одиннадцатый он считается самым молодым в мире политическим заключенным панчен лама в тибетском буддизме это как раз та личность которая выбирает далай ламу когда очередной далай лама покидает свое земное тело именно панчен лама обладает полномочиями распознать нового далай ламу его новое воплощение в одном из детей поэтому панчен лама это второе по значимости лицо после далай ламы утверждается что китайцы похитили этого мальчика который является истинным панчен ламой то есть его воплощением с целью подменить его поставить панчен ламой своего человека который свою очередь укажет на нового далай ламу не истинного далай ламу а того который нужен китайцам который будет лоялен китайскому режиму как известно нынешний далай лама китайскому коммунистическому режиму совершенно не лоялен хотя как он сам утверждает он уже не занимается политикой Я в Тибетском музее, здесь можно снимать совершенно свободно, никто этого не запрещает и никто не берет за это дополнительные деньги, как в некоторых индийских музеях. Музей рассказывает о тибетской культуре, здесь много фотографий старого Тибета и тибетцев, в музее очень тихо, светло, приятно находиться. Также здесь есть небольшой кинозал, в котором можно посмотреть документальный фильм про Тибет, это стоит 10 рупий. Здесь как раз рассказывается о плененном китайцами маленьком мальчике Панчен Лами и вообще много информации, посвященной истории оккупации китайскими коммунистами мирного Тибета. Если вы, друзья, когда-нибудь приедете в Дарамшалу, обязательно сходите в этот музей. Также здесь есть экспозиция, посвященная старому Тибету, то есть Тибету до китайского вторжения. Ну и, конечно же, разным аспектам, особенностям тибетской культуры. Например, через стекло вот этой витрины можно полюбоваться на старые тибетские деньги. Вот так они выглядели, тибетские бумажные деньги. А это тибетские мантры, красиво начертанные на каменных пластинах. А эта экспозиция посвящается Тибету сейчас. В священном городе Лхаса на каждом углу улицы стоят китайские военные патрули. Сейчас я вам зачитаю небольшой отрывок из автобиографии его святейшества Далай-Лама. Тысячи людей из Кхама и Амдо бежали в Лхасу и разбивали свои лагеря в долине за городом. Они рассказывали такие ужасающие истории, что я не мог поверить долгие годы. Я полностью поверил тому, что слышал только в 1959 году, когда прочитал отчет Международной комиссии юристов. И дальше Далай-Лама описывает те зверства, которым подвергали тибетцев, а именно тибетских монахов, китайские захватчики. Кому это интересно, может сам почитать на сайте savetibet.ru. Там вся эта тибетско-китайская история описана очень подробно. Сейчас Тибет это оккупированная страна. За это время в Тибете уничтожено более 6 тысяч монастырей и храмов. Вдумайтесь в это количество. 6 тысяч монастырей и храмов. Тысячи монахов были подвергнуты репрессиям, пыткам и жутким убийствам. Часть монахов и лам бежали в высокогорные пещеры Тибета, куда нелегко пройти обычному человеку. Древние монастыри были полностью разрушены, а те, что уцелели, стали использоваться под склады и казармы, даже под общественные туалеты. Библиотеки знаний, духовные свитки были сожжены и уничтожены, и лишь часть из них удалось спасти тибетцам, бежавшим от китайского гнета. С того времени китайское правительство жестоко навязывает свои законы обычному тибетскому народу. Более 7 миллионов китайцев добровольно-принудительно переехали жить в Тибет. Около полутора миллионов тибетцев со времени начала оккупации пали жертвами насилия, тюремного заточения, пыток и самоубийств. В 1959 году Далай-Лама был вынужден попросить правительства Индии о предоставлении политического убежища, так как в Лхасе оставаться было просто опасно. Китайские войска подвели к столице Тибета множество дальнобойных орудий, которые угрожали городу. Через два дня после того, как Далай-Лама с некоторыми членами тибетского правительства бежал из Лхасы, его летнюю резиденцию китайские артиллеристы сравняли с землей. Мы знаем, что Ютуб в Китае заблокирован. Так вот, заблокирован Ютуб был в Китае по причине показа зверств китайцев в Тибете. Вот это, друзья, я сразу понял, что это памятник монахам, которые совершили самосожжение в знак протеста против захвата Тибета китайцами. Очень много монахов это сделали и до сих пор продолжают делать в Тибете. Такой памятник протеста. И дорога к храму. Я думаю, китайцам это все аукнется. И вот эти проклятия тибетцев, они просто так не пройдут даром. Но они еще получат со временем ответ кармический. Это как раз монастырский ашрам. Здесь живут монахи тибетские, вот в этих комнатах. Такое мирное, спокойное место. Очень тихо здесь. А я направляюсь выше, туда, где находится тибетский храм. На входе там такая рамка металлоискателя, через которую нужно пройти. Также security control. Не особо сильно они там обыскивают. Ну, как обычно при индийских храмах. Вот такое. Видите, какие шатры. Крытое такое пространство. Здесь офисы. Классы. Классы для занятий. Написано класс. Классная комната. Написано дальше, видите, библиотека. Видите, впереди домик с голубой крышей. Это как раз вход в резиденцию Далай-Ламы. Если бы не вооруженный солдат, который там дежурит на входе, я бы даже и не подумал, что это именно особняк Далай-Ламы. Очень скромный дом. Довольно скромное жилище для такой монументальной личности, как Далай-Лама 14. Хорошо здесь. Сегодня день еще такой пасмурный. Нету солнца вообще. По идее, сейчас должно быть самое теплое время дня. Но солнца нет. Тучки. Может быть, дождь будет. Осень. Вон там, видите, вход. Вот это здание впереди. Там ворота, откуда люди носят какие-то стулья. Это как раз резиденция его святейшества Далай-Ламы 14. Совсем не похоже на дворец или на что-то такое. Здесь множество отелей в Дарамсале, которые на порядок роскошнее и красивее. Так что Далай-Лама живет очень скромно. Когда он сюда приезжает, он не часто здесь бывает, на самом деле. Он всегда в разъездах. Всегда путешествует по миру. Вот здесь написано на вывеске «Диалог между его святейшеством Далай-Ламой 14 и китайскими учеными по поводу квантового эффекта». И даты 1-3 ноября 2018 года. Вот это да, как интересно. Смотрите, это все Далай-Ламы за историю Тибета, я так понял. Да, их должно быть 14, включая нынешнего Далай-Ламу 14. Вот они все, 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 все здесь и их портреты. Очень интересно, очень красиво. Все Далай-Ламы. А вот это Лхаса, Тибет. Захваченный ныне китайцами. К сожалению. У меня появилось желание пересмотреть старый фильм «Семь лет в Тибете». Может быть, я его скачаю и здесь посмотрю. Как раз место для этого благоприятное. Здесь как раз вход в храм. Надо развиваться и можно зайти в храм. И как раз попал в такое время здесь, в тибетском храме, идет служба. Монахи читают мантры. Я сейчас попробую зайти в храм и посидеть там внутри. Послушать вот это пение и помедитировать. Вот здесь, вот так по балкончику можно обойти храм сбоку. И я вижу вон там вдалеке дверь. Это вход в храм. Кстати, здесь несколько индийских туристов. Они тоже пришли посидеть в храме. Обувь я оставлю около входа, а сам пройду туда внутрь. Я поставил камеру вот так и она записала довольно долго вот это пение тибетских мантр. Я специально не буду обрезать это, друзья, для тех, кто хочет, может быть, помедитировать под это дело. А для тех, кто не хочет, кому скучно слушать тибетские мантры, вы можете просто промотать это видео дальше. Примерно минута и 10 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 проиграл DimaTorzok На самом деле слово yoga, баба Яга Это слово його Ступо с йогой ступо с бабой йогой Баба – это учитель Баба – это гуру Духовный учитель Йога – это тот, кто учит йогу Ступо – с бабой йогой А сейчас у нас все переинаadinо Перевернуто с ног на голову И вот эта ступа с бабой йогой Превратилась в какое-то такое сооружение в которой ведьма старая женщина злая летает на самом деле ступа это вот ступа видите буддийская ступа это священное сооружение баба это духовно учитель или даже бог и йога это знание йога единение ступа с бабой йогой арахис жареный вот так в индии жарят арахис друзья не снизу а сверху это раскаленный горшочек с углями его перемещают по поверхности кучи арахиса и он жарится потом то что поджарилась сверху это продают клиентам освобождается место и снова жарится очень все продумано а я могу пройти дальше сюда интересно куда я попаду вот по этой дороге ты я зашел сюда в храм а тут еще что то есть по этой дорожке здесь нищенки попрошайки сидят своими детьми вот на показано что вход в храм там ну да мы туда и пришли сегодня прохладно даже днем нету солнца и все уже холодно опа мне залетела в глаз муха я муха залетела в глаз уже вылетела сразу вот эта дорога по ней просто можно вот этот храмовый комплекс видимо обойти я сверху там с храма видел эту дорогу а вот и зайти можно вот здесь еще один вход здесь вот такой интересный алтарик посмотрите ступа тоже ступа с бабой йогой ступа баба баба йога баба нам кивалам есть такая мантра баба нам кивалам это означает что имя высшее сознание или имя баба это высшее сознание нам это имя кивалама значит вокруг здесь гуляют тибетцы по этому парку на это как парк такой небольшой он ходят тибетские бабушки с четкими очень здесь умиротворенно все вот идет старый тибетский монах дедушка с палочкой такой классный благостный мох мягкий мягкий теплый как шкурка животного такого как шкурка коровы такое же ощущение когда корову трогаешь вот как этот мох мягкий теплый мох на стене тибетского храма очень красиво смотрится смотрите просто камень покрашен серебряной краской и на этой краске нанесены письмена на камне написано ом мани падме хун это главная буддийская мантра означает о жемчужина в цветке лотоса а вон дальше много таких камней смотрите вся стена вот это вся стена так сделано я выгляжу哦 да здесь а есть он в особенно т 22 1 2 и и 2 и еще один ряд таких пластинок каменных с надписями с письменами точно какой-то skyrim друзья и там ящерка сидит видите вот под этим камнем вон она маленькая ящерица видите вон она выползла голову высунулась она сливается с камнями поэтому наверно плохо видно и такая голова у нее как у змейки но у нее есть лапки в маленькие такие лапки с пальчиками их вижу и ящерка она живет там под камнем постучала она спряталась вот красиво как на зеленом фоне это люди оставляют видимо я так думаю что они делают сюда делают и приносят сюда эти камни видите пожелания долгой жизни далай-ламе это очень красиво смотрится на сером фоне золотистые буквы просто супер я сейчас сфотографирую таблички таблички на кусках камня на каменных пластинках вот это вообще отлично смотрите на красном фоне зеленые буквы или вот на синим фоне белые буквы у дядечки видите работа очищать стену от мха такое у него послушание какой классный новенький байк европеен легенд европейская легенда абсолютно новый красивый классный байк классно я даже вот не люблю мотоцикла но я но мне он нравится какой супер наконец-то я нашел себе капучино вот в этом кафе буду пить капучино а видео на этом пока закончу друзья подписывайтесь на канал он мани падме хум до свидания всех благ намасте подписывайтесь на канал